Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти канал Носнова. Меня зовут Юля Прелл и в сегодняшнем видео, как вы уже поняли из названия, мы будем говорить о пустых банках. Это все, что я успела закончить этим летом. Вернее, как я начала купить эту коробку с банками еще до начала лета, поэтому здесь, наверное, все за три с лишним месяца. И, если честно, немножко нервничаю. Не знаю почему, наверное, потому что я давно не записывала видео, и я хотела в связи с этим поздравить вас с началом осени. Лето закончилось, и вот уже скоро будет пора адвент календарей и всего такого интересного, связанного с холодным временем года, да. Мне кажется, мы все это любим. Я рада вернуться на YouTube, честно. Я такой сделала небольшой брейк. В какой-то момент я поняла, что я хочу сделать перерыв, отдых от косметики. Иногда, мне кажется, это нужно, необходимо сделать, потому что иначе все начинает как-то тебе приедаться, и ты уже не чувствуешь этой магии между тобой, косметикой и макияжем. Вот, я каждый день все так же делала макияж и тестировала много разных новиночек, которые я покупала по ходу. Поэтому, да, я рада вернуться, и надеюсь, что вам понравится это видео с пустыми банками. На самом деле, я видела достаточно много видео на YouTube выходит о пустых банках, и кто-то даже копит эти пустые банки целый год. Это для меня был шок. Первое, с чего я хочу начать в этой большой коробке, не коробку, а, наверное, ящик прозрачный я купила в Burlington. Я сразу влюбилась в этот ящик, потому что он прозрачный и очень эстетически приятно выглядит. Первое, с чего я хочу начать, это умывалка для моих кистей, или гель для очищения кистей от косметики, от Sigma. Я использовала этот гель как для очищения своих кистей Sigma из искусственного ворса, так и для очищения своих кистей из натурального ворса. И надо сказать, что он хороший, он неплохо справляется с работой, но он не так сильно пенится, как мои другие гели для очищения кистей, например, за 5 долларов, да, от EcoTools, по-моему. Просто мне кажется, любой другой продукт, который дешевле, чем этот гель, он будет делать то же самое за дешевле. И я точно могу сказать, что да, этот гель, он реально классно смывает все с кистей, особенно с синтетических кистей. Купила ли я бы еще раз его, наверное, все-таки нет, потому что мне кажется, за эту цену, там, около 20 долларов, я могу купить что-то лучше, но это будет дешевле и будет тот же самый эффект. Далее, я хочу поговорить с вами, наверное, о бальзамах для основания макияжа. У меня их много накопилось. Кстати, вот этот бальзам от бренда, который называется Clean It Zero, это, наверное, моя уже вторая или третья банка. Ну вот, я нашла вторую свою банку этого же самого геля для снятия макияжа. Мне понравилась больше именно вот эта серия синего цвета для, как бы, такого, ну, хорошего очищения, тогда как этот оригинальный. Он делает свою работу, да, это круто, но именно этот, он как будто бы работает чуть лучше, мне показалось так. Однако, после, наверное, двух месяцев использования этого бальзама, я вдруг поняла, что меня обсыпало жестко. Это, наверное, было полторы недели назад, когда я это поняла. Как будто бы реакция появилась из-за чего-то, я не поняла, то ли это из-за бальзама. И тогда я решила пойти в Алту и купить бальзам от Дермалоджика и 45 долларов. Он стоит, как бы, это стоит, по-моему, 20 долларов. Мне кажется, что это помогло мне очистить лицо, что к этому бальзаму моя кожа привыкла. И когда я перестала пользоваться этим бальзамом, моя кожа, ну, в общем, стала выглядеть гораздо-гораздо лучше. Я не знаю, с чем это связано. И, в общем, да, я не думаю, что я буду еще раз пока покупать эти бальзамы, потому что мне показалось, что это вызывает у меня высыпание. А жаль. Следующий бальзам для смывания макияжа, который я закончила от бренда Хеймиш, это доступный бальзам для снятия макияжа, который, ну, реально работает и который, как бы, как ухаживает за кожей, насколько я помню. В принципе, мне он понравился. Единственное, что мне кажется, что его здесь определенно не так много, как, например, бальзама вот в этой упаковке, поэтому его хватает, ну, наверное, на неделе две с половиной точно. Мне понравилось определенно, как он чувствуется на коже и как он нежно снимает макияж. Буду ли я покупать еще раз его, возможно, если буду делать заказ на YesStyle или на каком-то еще корейском сайте. Поэтому с бальзамами, наверное, у нас пока все. Честно, я ждала этого момента, чтобы рассказать вам об этой умывалке от Estée Lauder. Называется она Soft Clean. И эта умывалка, она действительно очень так бережно очищает кожу, она очень вкусно пахнет. Но проблема в том, что этот гель, он чрезвычайно сильно ароматизирован, как и, в принципе, большинство продуктов от Estée Lauder. И я его использовала, да, он классный, очень такая добротная пена на вашем лице появляется. Эта умывалка невероятно хорошо пенится, у нее очень такая нежная текстура. Мне нравится, как она чувствовалась на коже. Единственное, что не понравилось мне в этой умывалке, так это то, что она чрезвычайно сильно пахнет. То есть у нее прям такой очевидный какой-то сладковатый аромат. Сейчас мне кажется... Да, о боже, пахнет, как какой-то парфюм, я бы сказала так. И это, наверное, не то, что вы хотите использовать, ну, не только на чувствительной коже, но и вообще даже на нормальной коже. Потому что, как мы знаем, чрезмерно ароматизированные продукты никогда не влияют очень хорошо на кожу. Не так ли это я не буду покупать точно, потому что есть гораздо лучше умывалки, которые не будут вредить. И далее поговорим немножко о корейских умывалках. Эту умывалку я закончила совершенно недавно, с зеленым Чаймана от бренда Бентон. Честно, я не могу сказать, что я большой фанат этой умывалки, потому что она пахнет каким-то хозяйственным мылом. Мне было сложно привыкнуть к запаху этой умывалки. И изначально я даже хотела распрощаться с ней, потому что мне не понравилось, как она пахнет. Реально, хозяйственное мыло на лице, когда вы используете ее. Я поэтому не буду покупать эту умывалку еще раз. Нет, хотя в ней есть зеленый чай, то есть она хороша для успокоения кожи, что здорово. Но, в общем, нет, мне не понравилось. Кстати, эту умывалку я получала, по-моему, в Ипсе, если не ошибаюсь. Далее, две другие умывалки от корейского бренда Pyunkang YOL. Извиняюсь, я просто пыталась произнести правильно это название. Мне понравилась эта умывалка, определенно она без какого-либо запаха. Она выглядит вот таким образом. И при смешивании с водой этот гель, он образует такую классную пену. Понравилось, как эта умывалка смывает макияж. Также понравился очень дизайн, такой простой, лаконичный, в стиле как раз-таки этого бренда. Куплю ли я еще раз эту умывалку? Скорее всего, да, потому что мне понравилось, как она основала остатки моего макияжа. И последняя умывалка у меня от бренда Haruharu Wonder. Это рисовая умывалка. И мне она не очень понравилась. Она не очень хорошо пенится, это я точно помню. И да, она без всяких запахов, 5,5 pH баланс. То есть это все хорошо для кожи. Но меня она не зацепила просто, потому что, ну, немножко не моя текстура, как мне кажется. То есть она вот прям такая, чтобы вы понимали, гелевая-гелевая. Не знаю, вам видно или нет. Но не прям самая любимая текстура у геля для умывания определенно. Знаете, мне кажется, умывалки это такой момент, что всегда вот ты пробуешь новые какие-то гели для умывания лица. И очень сложно бывает быть верным какому-то одному бренду, потому что такой выбор сейчас большой гели для умывания. Именно поэтому, если я буду покупать его снова, это должно быть что-то уникальное. Мне кажется, у всех так. Дальше у меня закончилась упаковка с этим скрабом-гамажем от бренда Ньюдстикс. Мы с мужем обожаем использовать именно этот скраб. Мало того, что он очень такой нежный в плане очищения, скрабирования вашей кожи, так еще и после использования ваша кожа, она невероятно мягкая, как никогда. И к тому же, когда вы скрабируете лицо, то вы можете видеть, ну, типа как, да, частички кожи. На самом деле это в составе есть, по-моему, топиок, что-то вроде того, что позволяет вам видеть так называемые омертвевшие слои кожи. Вот, очень классный продукт, хоть он и не дешевый. Вот честно, он стоит, по-моему, 35 долларов, если покупать его в Валте. И просто жалко, что это не очень большая упаковка, вот как мне кажется. Была бы она чуть побольше или, не знаю, мега размер, было бы круто. Так, отличный скраб. Стоит каждый доллар, это определенно, потому что он дает невероятно классный такой вау-эффект скрабирования на коже. Очень понравился. У нас тут вперемешку и корейские, и американские бренды по уходу за кожей. Далее, я закончила все-таки свой крем от Солнца с SPF 50 от Beor UV. Я покупала его, по-моему, на E-Style. Очень популярный это крем на E-Style. Типа у него там 10 тысяч отзывов. Настолько многие его любят. Мне очень понравилась текстура у этого крема от Солнца. Он реально водянистый, то есть он прям как водичка, мягкий, он невероятно легко ощущается на коже. Такой вуальный какой-то крем сам по себе. Он жидковатый, он почти как вода, вот честно, когда вы выдавливаете его отсюда. Но это отличное завершение ухода за лицом по утрам. Мне кажется, он, наверное, один из самых легких солнцезащитных кремов, которые я когда-либо пробовала из корейского ухода. Мне он понравился определенно. И я, наверное, выкупила его еще раз. Далее, я купила эти патчи от бренда, который называется у нас Cosrx. И я слышала много классных вещей об именно этих патчах. И однажды я смотрела какую-то блогершу корейскую. И у нее был спонсоршип с этим брендом. И она рекламировала эти патчи. Я купилась на это. И я думаю, дай-ка я закажу их. Хоть цена этих патчей, она отличается от любых других патчей на корейском сайте. И я была просто вне себя, когда я поняла, что эти патчи за 30 долларов, они гораздо хуже и держатся. И вообще какой-то эффект от них видится, чем обычные патчи там за 15 долларов, допустим. Эти патчи, они с муцином улитки. Что круто, это очень хороший омолаживающий компонент. Но эти патчи, они никак не держатся на лице. Эти патчи всегда скатываются вниз. И в итоге потом, когда вы поправляете их, они просто рвутся. Очень тонкие такие ломки. Мне это не понравилось. И также в этой коробке мы видим еще остатки вот этих маленьких мини-патчей, которые вы должны наносить вот сюда. Я этого никогда не делала, потому что для меня это не является приоритетом, скажем так. Для меня лучше как? Чем больше патчи, тем лучше. Вместо, например, вот этих штук, они могли бы положить больше патчей в упаковку. Честно, никогда не буду покупать пока что эти патчи, пока я не убежусь, что они сделали что-то лучше с тем, как они носятся на моей коже, когда я с ними хожу по квартире. Поэтому я не советую вам эти патчи. Хоть и описание звучит очень-очень классно, когда вы читаете у них на сайте. Всеми любимый бренд Glam Glow. Я купила эту маску в косметическом магазине, типа со скидками, там скидки большие на такого типа бренда. Это маска с витамином С, то есть она призвана сделать кожу нашей более сияющей. Я бы, наверное, полюбила эту маску, я бы, наверное, даже закончила и до конца, но я не смогла, потому что запах у этой маски, он настолько сильнющий. Доходит до того, что когда я наношу эту маску, мне хочется ее скорее смыть, потому что мне как будто бы нечем дышать. Настолько она чрезмерно пахнет, чрезмерно ароматическая, и к тому же она запросто может сжечь вам лицо. Сделала ее один раз, я сделала ее второй раз, все то же самое, ничего не изменилось. Так хорошо, что я купила именно маленький размер. Эта вещь, она чрезмерно ядерная, вот так вот. Сейчас давайте поговорим немножко о брендах европейских или то, что можно купить в Сифоре. Первое, что я закончила, даже, наверное, не до конца, это сыворотка от всеми нами любимого бренда Glow Recipe. Я была в восторге попробовать эту сыворотку, потому что я слышала много классного именно у ней, когда она вышла. И я поняла, что да, это то, что я хочу, определенно она не дешевая, она стоит, по-моему, 45 долларов, если я не ошибаюсь. Эта сыворотка, она милая, очень упаковка, она очень прям такая милая, типа как слива, очень-очень красивая. Я могу точно сказать, что я не увидела какого-то глобального результата, какого-то глобального увлажнения кожи, то есть, да, это чувствуется приятно. У этой сыворотки, кстати, нет какого-то специфического аромата. Она ничем не пахнет, что в принципе круто, да, потому что обычно у Glow Recipe все всегда пахнет очень вкусно. И, естественно, потому что я не увидела результата на своей коже, что моя кожа стала как-то лучше выглядеть. Наверное, поэтому я немножко не поняла эту сыворотку, скажем так, то есть, не могу сказать, что она какая-то плохая. Здесь очень хороший состав, мы все это знаем, Glow Recipe знают, как сделать какую-то классную сыворотку. Просто я не поняла ее, и, возможно, я когда-нибудь с ней подружусь, но у меня были большие надежды на вот эту сыворотку от Glow Recipe. По-моему, когда была черная пятница, я купила две эти сыворотки. Так вот, это вторая сыворотка, которую я купила на Excite с ананасом. Здесь реально есть экстракт ананаса в ней, и называется она Pineapple Sea Bright Serum. Я не смогла закончить эту сыворотку. Как можно видеть, у меня осталась здесь хорошая такая половина этой сыворотки. Я просто поняла, что эта сыворотка, возможно, слишком жирная для моей кожи. Моя кожа, она комбинированная. В какой-то момент я поняла, что когда я использую эту сыворотку, моя кожа, она жирнится гораздо быстрее, чем если бы я использовала вот какую-нибудь такую сыворотку. Но именно эта сыворотка Pineapple Vitamin C, она настолько ароматическая, настолько в ней этот сильно ядреный запах, что иногда это слишком too much чувствуется, когда вы используете ее с утра. Когда я использую ее, моя кожа, она шелушится как будто бы. То есть что-то в составе есть этой сыворотки, что не позволяет этой сыворотке, да, как бы застыть на коже. Она все так же остается жирной. То есть даже, наверное, вы можете видеть, насколько она жирная, масляная. И это масло, оно именно не впитывается в вашу кожу, и вы просто ходите с таким как жирным блином на вашей коже. И еще вишенка на торте, что эта сыворотка ужасно скатывается. Поэтому я поняла в какой-то момент, что я больше не хочу экспериментировать с ней, потому что я знаю, что каждый раз я ее использую. Каждый раз мне приходится, в общем, смывать весь мой уход и начинать его заново уже без этой сыворотки. Но я точно помню, что изначально, когда она только вышла, вроде как были хорошие отзывы на нее на сифоре. Но потом, когда я уже купила ее, я зашла на сифору, я видела, что на нее отзывы там вроде как 3.9 или 3.8. То есть люди также говорят, что она невероятно-невероятно жирная. Поэтому с Glow Risp пока у меня определенная вот с этой линейкой, пока мы не подружились. Далее, давайте поговорим немножко о европейских прям-таки брендах. Первое, это крем от Эспа, я получала его в адвент календаре. И это хороший, неплохой крем на самом деле. Он такой жидковатый, я бы сказала так, но меня это, наверное, и беспокоит. То есть я не смогла его закончить, потому что, наверное, мне показалось, что этот крем слишком жирноватый для моей кожи. Я не знаю, мне он просто не подошел, наверное, именно по консистенции. И также крем от Элемис. Мне кажется, это тот крем, о котором мне говорил только ленивый. И это хороший крем, он невероятно пахучий. То есть он пахнет так, как будто бы вы используете крем для тела. Вот такой аромат. Аромат, конечно, прикольный, он пахнет очень люксово. Дорогой аромат, я бы сказала так. В принципе, да, это неплохой крем, но мне кажется, было бы здорово, если бы у них были опции без запаха. Потому что сам состав у этого крема, он классный, реально классный. Тут все разные интересные компоненты морские именно. Кстати, этот крем, он ночной, его нужно наносить перед тем, как вы идете ко сну. То есть на утро вы просыпаетесь, у вас кожа такая красивая, вся разглаженная. Как я уже, наверное, сказала, было бы здорово, если бы у этого крема была опция без такого аромата. Вот далее, другой продукт от Элемис. Его я получила, по-моему, в одном из бьюди-боксов, мне кажется. По-моему, он уже просрочен, поэтому я его решила расхламить. Хороший, неплохой крем, он, опять же, чрезвычайно вкусно пахнет. Это то, что я могу сказать. Пахнет дорого. Опять же, как и все продукты от Элемис, я получала большое удовольствие использовать его на ночь, потому что он вкусно пахнет, но это не такой сильный аромат, как у этого крема от Элемис. Поэтому, да, я думаю, что я бы, наверное, не купила его за полную цену, но где-то, если бы я увидела акцию на этот крем именно, который называется у нас Пептид 4 Night Recovery Cream Oil, то есть это крем с пептидами. Я бы, наверное, купила его за неполную цену. Как вы можете видеть, ребят, очень много у меня ухода, я обожаю разный уход, но сейчас я все-таки больше склоняюсь к уходу американскому, почему-то, я не знаю, такое бывает тоже. Давайте поговорим теперь об этой сыворотке от бренда Beauty of Johnson, да, вот я слышала об этом бренде очень многие кореянки, которые делают обзоры на корейский уход, они говорили именно об этом бренде, и я такая, окей, прикольно, давайте пробуем его. И эта сыворотка, по обещаниям этого бренда, должна успокаивать кожу, в составе этой сыворотки есть зеленый чай и также пантенол. Как раз-таки эту сыворотку я использовала, когда у меня были воспаления, и, в общем, я не знала, что делать, я использовала просто ее и дорассановали, как бы это реально было мощное комбо. В принципе, это хорошая сыворотка. На сайте, где я покупала ее, по-моему, на eStyle, говорили, что эта сыворотка не такая эффективная, как, например, сыворотка с прополисом, у меня она тоже почти заканчивается. Я скажу так, что она не такая прям суперэффективная, что вы сразу видите результат. Она хорошо действует, она реально успокаивает. У меня нет ни одной сыворотки, в которой был бы зеленый чай и пантенол. То есть это реально что-то интересное, что-то уникальное. Единственное, что мне, наверное, не очень прям понравилось, это то, что у нее очень маленький размер. В ней всего лишь 30 миллилитров, и она заканчивается очень быстро, особенно при частом использовании. Как и с любым уходом за кожей нужно время, но я точно поняла, что это сделало мою кожу не такой воспаленной и красной. Определенно эта сыворотка сделала так, что моя кожа, она успокоилась. Это мне нравится уже. Эту банку я сохранила именно для этого видео. Эссенции от Estee Lauder, которая называется Micro Essence. И я купила ее, по-моему, для того, чтобы получить бесплатно их вот этот красный чемоданчик. В общем, я была в шоке от того, насколько эта эссенция невероятно ароматизирована. Наверное, в ней аромат такой же силы, как и в этой умывалке, а именно очень сильный. Да, она пахнет прям... Она вкусно пахнет, да, но мне нравится, опять же, когда в моем уходе слишком невероятный запах. То есть это как будто бы отталкивает, да, понимаете? Я использовала ее вместе с сывороткой Advanced Night Repair. И мне показалось, это очень хорошее было комбо. То есть здесь есть большое количество лактобактерий. И мне понравилось, как это работает вместе с сывороткой. Однако купила бы ли я эту сыворотку там отдельно, чисто потому, что она понравилась. Мне, наверное, все-таки нет, потому что у меня есть лучше сыворотки. В смысле, не сыворотки, а эссенции от корейских брендов, которые дешевле, но в которых почти идентичный состав. Не мои любимые эссенции, хоть я и обожаю эссенции, использую их каждый день. Но это уже другой крем от Estee Lauder Advanced Night Repair для глаз. И его я использовала вместе с сывороткой. В какой-то момент я поняла, что этот крем, он жжет. То есть неважно, какую сыворотку я использовала, Advanced Night Repair или какую-то другую, крем просто невероятно стал сжечь под моими глазами. И доходил до того, что мне приходилось смывать мой уход, чтобы избавиться от этого жжения. И мне кажется, это все потому, что он, возможно, просрочен. Хотя я не использовала его больше, чем 6 месяцев. Мне очень нравилось, как этот крем отлично увлажняет зону под глазами перед сном, и как эта зона становится более гладковыглядище, что ли. Поэтому жаль, возможно, я даже куплю полный размер этого крема, потому что мне нравится хороший ночной крем под глаза. Далее поговорим немножко о тониках для лица. Первый от бренда Elf. И я покупала, по-моему, это еще давным-давно, когда я еще делала обзор на маленькие палетки от Elf. Если честно, мне показалось, что эти диски с аха-кислотами, они чрезвычайно harsh, то есть они очень жесткие. И у них очень такой аромат, как будто бы как искусственный даже. Каждый раз я использую их, я не понимаю, то ли это, что я должна испытывать при использовании их. В общем, что-то всегда идет не так, и я ощущаю, что мне жжет, по-моему, если не ошибаюсь. Ну и аромат у них прям чрезвычайно сильного какого-то, ненастоящего лимона, я бы сказала так. Это не очень дорогой продукт, но просто мне он не подошел к именно моему типу кожи, как мне кажется, поэтому я от него избавлюсь. И вот этот дружок наш от Неоджен, это уже моя вторая банка, которую я покупала на сайте Естел, если не ошибаюсь. И вот эти пады, они тоже ароматические, они тоже вкусно пахнут, но это хороший аромат. Нет ощущения такого, что вы используете уход с большим количеством химии. Я использую их по вечерам, кстати, обычно. Чтобы, в общем-то, смыть остатки макияжа, я просто беру этот пад, чик-чик, кожа чистая, и, в общем, это очень легко и быстро. Мне нравится это. Кстати, когда заканчиваются у вас пады, тут большое количество жидкости остается, то есть можно запросто наскрести еще на пару дисков. Я определенно хочу купить их еще раз. Опять же, они немного ароматизированы, но это очень такой приятный, какой-то кайфовый аромат. Мне они понравились. Далее, давайте поговорим о шампунях и вообще уходе за волосами. Первая парочка шампуней, которые у меня закончились, это от бренда OGX. В составе этих шампуней имеется масло, кератина, что предотвращает появление вот таких вот бэйби волос по всей голове. И, в общем, это делает так, что волосы ваши должны стать более гладкими. Пахнет он шикарно, ребят. Он пахнет как невероятно люксовый. Дорогой аромат. Нам это понравилось. Но такое ощущение, что волосы как будто бы не стали чище, да, они стали жирнее. Я не знаю, с чем это связано. Может, потому что в нем большое количество масел. Мы подавали большие надежды на этот шампунь, потому что в нем есть кератин, и кератин это очень классно для волос. Но, видимо, не судьба. К сожалению, они не так хорошо работают, как любые другие шампуни, которые мы используем. Следующий шампунь, который я использовала до конца, я закончила его, от Kerastase Key Reflection. И этот шампунь мне посоветовали в моем предыдущем салоне, куда я обычно ходила. Я точно могу сказать, что когда я покупаю такие вот, ну, дорогие шампуни, да, мне иногда их жалко использовать. Я не знаю, с чем это связано, но иногда ты вот видишь этот шампунь у себя в ванной, да, и ты только думаешь, блин, я хочу ли я использовать его или нет, или оставить его на какой-то особенный день, да. Здесь мы получаем 250 миллилитров всего лишь шампуня. Не нужно очень много его, то есть он хорошо очень пенится, и это здорово. Может быть, даже я куплю скоро, опять же, этот шампунь, потому что я точно помню, что он пах просто шикарно. Ох, очень вкусный аромат, такой аромат. Как будто бы вы только что помыли голову в салоне. Вот каждый раз я ощущаю этот аромат на волосах, мне это приходит в голову. И дальше об уходе за волосами у меня закончился вот такой спрей от, как называется, бренд Living Proof. Очень хороший спрей, он невероятно вкусно пахнет, такой, не знаю, какой-то сладковатый аромат, возможно, даже аромат салона. Вкусно пахнет, возможно, я бы даже купила полный размер, потому что мне понравилось, как этот спрей делает мои волосы более послушными, блестящими, я не знаю, мягкими, то есть все в этом роде. Прикольная вещь, возможно, куплю полный размер. И другой спрей-тира масла от бренда Bumble & Bumble, называется он Headdressers Invisible Oil. И в этом спрей, помимо всевозможных масел, полезных для волос, есть еще и солнцезащитный фактор, то есть это очень круто, особенно, когда было лето, когда еще было жарко. Но у нас пока еще жарко, но все-таки я считаю, это очень классная вещь именно на летнее использование. И мне понравилось, как это сделало, опять же, мои волосы очень послушными, мягкими. Было очень легко также укладывать их моим Dyson, поэтому, мне кажется, я бы купила еще раз этот продукт, когда у меня закончится все для ухода за волосами, потому что, знаете, уход за волосами, это такой момент, что все очень медленно расходуется, поэтому я сейчас хочу израсходовать побольше того, что у меня есть, чтобы потом закупиться чем-то самым новым и популярным. Вот я бы сказала так. Дальше я закончила свою термальную воду от бренда Aven. Это очень хорошая термальная вода, все, что я могу сказать. В принципе, бренд Aven, это, понятное дело, аптечный бренд, поэтому это вдвойне классно использовать что-то такое аптечное. Ничего плохого сказать не могу, если честно, потому что это просто термальная вода, и как бы она хорошо действует. Мне, кстати, очень нравится этот спрей сам в этой термальной воде, потому что он не такой прям, знаете, на тебя вода хлещет. Нет, это очень такой роскошный спрей, поэтому мне это понравилось. Вот этот крем, который я забрала из отеля, когда я ездила еще в Россию, по-моему, два года назад, и в том отеле, где я остановилась, у них были очень классные крема, но я об этом узнала только в последний день. Понюхала этот крем, и я просто поняла, насколько он потрясающе пахнет. Это немного такой мужской аромат, но он все-таки, мне кажется, универсален как для мужчин, так и для женщин. Бренд называется Lanvin, да, и этот крем нельзя купить нигде онлайн, в смысле, в магазинах, да, онлайн. Его можно купить только на ebay. Классный крем, он так вкусно пахнет, что мне иногда просто хочется, да, на всю себя вылить этот крем, и так вкусно пахнуть. Наверное, все-таки куплю на ebay парочку штук этого крема. И последняя категория моих пустых баночек будет касаться чего-то рандомного. Например, вот я закончила этот дезодорант от бренда, который называется Love Beauty and Planet. Безумно понравился аромат у этого дезодоранта. Он такой легкий, немножко сладковатый, но не слишком, что очень здорово. И по аромату это кокосовое молоко с белым жасмином. И здесь нет никакого алюминия. В принципе, я, когда начала им пользоваться, я была уверена, что он защитит меня от запахов неприятных. Но потом, чем больше начала пользоваться им, тем больше я начала понимать, что он как-то перестал на мне работать. В общем, я подумала, что окей, наверное, я все-таки перейду опять к Рексоне, например, своей. Потому что она лучше защищает, чем вот такой. В общем, да, вот так он выглядит. Упаковка милая. В общем, да, посмотрим. Может быть, другие какие-то компоненты, другие экстракты помогут лучше защитить меня в той самой зоне. И дальше я закончила этот маленький крем от Soda Janeiro. Тут ничего нет вообще. Столько мне понравился. Этот крем, который у них самый классический, оригинальный, мне нравится, наверное, чуть больше, чем другие крема, с которыми они вышли после этого. Просто потому, что именно этот аромат, он просто идеален в плане того, какие ингредиенты здесь. Да? И он не слишком ощущается too much, когда вы наносите его на тело. И он просто дороже пахнет, как мне кажется, чем другие какие-то ароматы, с которыми они выходили. Возможно, я даже, когда будет Vaby Sale в Sephora, прикуплю именно полный размер. Потому что пока что это именно тот аромат, который мне нравится из всей линейки Sol de Janeiro. И этот крем, он является, мне кажется, фаворитом у многих. Потому что это идеальный аромат. Просто идеальный аромат. Дальше. Я закончила маленький размер солнцезащитного крема от бренда Supergoop. Я извиняюсь, наверное, засвечивает камера. В общем, Supergoop крем. Все его знают. Я использую сейчас, кстати, тоже маленький размер этого крема, но он уже с сияющим финишем. И мне кажется, что именно крем с сияющим финишем, вот этот вот, мне нравится, наверное, чуть получше, чем вот этот. Потому что этот крем, он называется как Antin Sunscreen. Реально ощущается невидимым. Потому что он как будто бы какой-то силиконовый. Как будто бы в составе какие-то силикона есть. Но нет, в составе вообще силиконов не должно быть, насколько я знаю. А этот крем, мне кажется, хорош для тех, у кого есть поры, может использоваться как праймер, сглаживающим. И, наверное, этим мне он нравится. Но, однако, крем, который называется Glow Screen, он как будто бы дает вашей коже больше жизни. Она сияющая, она не матывает. Поэтому, мне кажется, в зависимости от того, что вы ищете в креме, да, солнцезащитном, можете выбрать то, что вам нужно. Мне пока нравится именно вот этот. Наверное, я его, возможно, в будущем когда-нибудь куплю. И, наверное, предпоследнее, что я закончила за эти три месяца, это вот этот парфюм от бренда, который называется O.Y. Наверное, неправильно произношу, но, в общем, это так вкусно пахнет, это пахнет, как, наверное, их шампуни или как их скрабы для тела. Очень дорогой аромат, вот аромат той самой девушки, как Dead Girl, как мне кажется. Просто, когда вы используете его, вы чувствуете себя более уверенной в себе. Я, наверное, все-таки хочу купить полную версию, хоть немножко жаль, что он не так долго держится на теле, как хотелось бы этого. Но аромат просто потрясающий, прям любовь. Я закончила этот гель для душа от бренда Native. У них есть дезодорант также, который тоже без алюминия, но именно недавно начали они выпускать как раз-таки гели для душа. И этот гель для душа с кокосом и ванилью, как он вкусно пахнет, ребят. Если вы любители таких сладковатых каких-то ароматов, это то, что вам понравится. То есть, именно кокос и ваниль это вот, мне кажется, то, что любая девушка полюбит в ее гели для душа, потому что это очень такой женственный аромат. И здесь нет никаких химических компонентов. Все ингредиенты написаны вот на обратной стороне. И можно прочитать на задней стороне, опять же, для чего используется тот или иной ингредиент в составе этого геля для душа, что очень-очень круто. То есть, реально можно много узнать об этом. Это определенно гораздо лучше, чем использовать какие-то гели за 50 рублей, где в составе одни содиумы, сульфаты и так далее. Поэтому это определенно что-то, что мне очень-очень понравилось. И в общем, да, ребят, вот таким образом выглядело это видео о моих пустых банках. Вы увидели то, чем я пользовалась и то, что у меня закончилось. И надеюсь, это была полезная информация для вас, узнать, понравился ли мне тот или иной продукт или нет. Иногда мне хочется поговорить о каком-то продукте одном, там, например, уходе за кожей, но я понимаю, что это будет глупо говорить об уходе за кожей. Если я говорю о косметике на своем канале. Поэтому вот как раз таки я обожаю такие видео, потому что я могу поговорить о средствах по уходу за кожей лица, потому что я обожаю использовать разные средства и, в общем, понимать, что более эффективно, а что не очень. И я очень надеюсь, в общем, что эти видео, они приносят вам какую-либо пользу. Я кое-что забыла. В общем, это маска. Я покупала целую упаковку масок от Neogen, Caviar Mask. Мне очень понравилось, что она жирная и то, что она не очень легко впитывается в кожу лица. И, соответственно, нужно как будто бы смыть половину этой эссенции с вашего лица после использования маски. Ваше лицо, оно как бы увлажнено, да, но что-то лишнее на нем есть как будто после использования именно этой маски. И вот теперь это точно все, о чем я хотела сегодня с вами поговорить. Я очень надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее видео. Мне будет очень интересно узнать, если у нас есть какие-то похожие моменты в плане ухода за кожей. Может быть, вы чем-то пользовались, чем я пользовалась и вам наоборот понравилось, это у меня нет или наоборот. Будет очень интересно узнать, если у нас совпали пустые баночки с вами. И на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вы хорошо провели время. Я хочу пожелать вам хорошего дня, прекрасного настроения и чтобы ваша пятница прошла очень-очень весело. Не прощаюсь, ребят. Скоро увидимся. Ваша Юля. Пока-пока.